итак вот она долгожданная посылочка первая посылочка этой осени с новыми розочками с новыми саженцами и пришла на ко мне с питомника роз полины козловой сейчас мы вместе с вами посмотрим какие саженцы я заказала и собственно говоря какие красотки пришли ко мне и так и так вот они красотулечки мои разулечки коробка открылась у нас это я это мне пришли розочки здесь у нас накладная с адресом со всеми делами каталогом с таким хорошим вот красиво с розочками в общем-то сами розочки пришли они ко мне за шесть дней пришли бы еще быстрее если бы не сутки подъезжали на почте потому что понедельник у нас не рабочий день мои лапочки мои сладенькие уже с пирочкой что-то такое пришло сейчас такой мощный мадемуазель миян да да он сейчас все откроем все посмотрим так я достала сейчас четыре таких свертка саженцами и теперь откроем каждый ну что не конечно великолепное что говорить просто великолепные саженцы где-то уже с почечками с такими хорошими зеленые крепкие красивые просто просто чудо сейчас все посмотрим так вот роза упакована в целлофан дальше я распаковываю весь такая влажная вот она прям влажная такая плотная бумага вот здесь завернуты собственно говоря розы к сожалению приходится одной рукой все делать так вот смотрите как тут все такой прям влажной глиняной болтушки розочки мы посмотрим что здесь но изумительные изумительные хорошенькие прихорошенькие сейчас посмотрим что за сорта ну что сказать этих розочек не было в моем заказе вот три белых бирки это три подарка чарльз гостин лариса и терракота уважаемые сотрудники питомника роз полина козловой с огромной благодарностью к вам за такие подарки роза таракота у меня уже есть саду это же за вашего питомника это огромное счастье получить в подарок еще одну эту прекрасную розу благодарю лариса это по моему вообще мечта мечта многих розоводов розоманов ну чарльз гостин конечно сам за себя говорит вот давайте посмотрим на саженцы так выглядит вершок и корешок в глине прекрасные мощные побеги это по моему замечательно следующая красотка лариса тоже вот с такой корневой системой личный такая розочка для роз качестве подарка но это вообще сама себя говорит правда смотрите потрясающе это чарльз гости спасибо 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 отправляется попить водички так это на очереди у меня уже и так массе фиолетовыми бирками это розы основного заказа сейчас здесь так раз матовую все очень хорошо упаковано опять же прям вот глина глина так я отключилась чтобы аккуратненько и разрезать и не повредить корни и так я распаковала у меня в заказе была плетистая роза салма эссет вот так она выглядит у нее какая прекрасная корневая система таких хорошие видно что такие побеги ну мощнецкие такие лично так что так следующие моден арт такой саженец хороший корневая у него все здорово сам саженец некрупный но возможно такая сорт особенность но я хочу сказать что такие сорта прекрасно прекрасно такие не крупные саженцы прекрасно растут и баф ол тоже плетистая роза вообще какая корневая тут он полметра наверно тоже хороший саженец такой зелененький живенький все здорово так это что за очень большой кто-то модемазель миян таких должно быть у меня два как я хотела эту розу вообще прям хотела прям невозможно смотрите какая у нее прививище здесь будет что-то что очень мощнецкая отличный хороший саженец корни все если кто получает розы первый раз от полиной смотрит думаю что это плесень сырость грибок ничего подобного к эти роза таких тоже должно быть у меня две вот она такая хорошенькая корневая такой все здесь здорово все прекрасно это такая глиняная болтушка в глине все обернутые розочки вы кстати на снимаю распаковку на фоне цветущих роз из питомника роз полины козловой прямая демонстрация того какие розы из этого питомника это роза леа мэш у меня два куста этой красоты пожалуйста полюбуйтесь вот такие розы которые ко мне пришли я думаю что будут или такие же или даже лучше так на очереди следующий сверточек сейчас распакуем и посмотрим что там красиво так ну вот я аккуратненько достала еще саженцы так это кто жасмина такая вот жасмина плетистая розочка так она выглядит вершки корешки вроде бы все так мой даже листочками смотрите какая прелесть то есть как хорошо это кто бирочки шекспир так шекспир красавчик тоже какой мощнецкий мощнецкий три побега зелененький хорошенький корневая морковочка такая у него приличная очень очень здорово так ты такой хороший у меня ка мартинги его красавчик тоже какой роскошный вон и корнище и все вот какой роскошный роскошный саженец почечки молодец пускай идут почечками в рост и посадим отлично так это кто у нас моден арт да да вот такой же такой некрупный саженец корневая приличная я думаю что это сам сорт такой вот как морсдаги знаете они такие малюсичные что приходит былинки так еще мадемуазель миян тоже такой же хороший саженец большую с морковкой он такой все глины облеплена прекрасно глина вы знаете голубая прям хочет к свечески в сельфи а еще я пока распаковывала знаете приятно пахнет прудом таким вот такое ощущение что эту глину брали вот она и пленит убрали прям с какого-то такого места хорошего руках такая голубая привод остается голубизна вот и последним нас осталось сейчас связочка сейчас все посмотрим так что за красота у нас здесь так вот я вижу первый шекспир еще один шекспир шекспир вот такой вот хорошенький зелененький с такой огромный корневой системой большой-большой мощный хорошенький зелененький немножечко колючки колючками пообтерся но это все прекрасно купаться он уже мой лапочки все уже пьют пьют водичку так к эти розы еще одна но тоже как усаженец роскошный английская корневая прекрасно просто прекрасно эти роза кто еще один мартингио это для любителей бегемотов я если честно предпочитаю поскромнее саженцы полина александровна у вас видимо поскромнее не получается у вас получается вот такие вот прям шедевры это мартин гио мой палец он даже рядом не лежал на такая вот красотулечка купаться пить так ты кто моя радость посмотрим и love song и да и да ты мой зелененький и да ты мой хорошенький и вот ты какой весь раз чудесненький зелененький love song как же тебя я последнего забрала я последнего забрала который был в каталоге весеннем он был мой так и мадам анизет о да а я тебя ждала а я ждала тебя королева мадам анизет ты восхитительно вот так ждешь этих саженцев роз как ты наверное дед мороз в детстве так не ждали как все ждем эти розы вот так вот выглядит розы из питомника роз полиной козловой и еще хотелось бы такой небольшой комментарий но это мой личный такой мое личное наблюдение вы знаете ну вот так получилось что на просторах интернета в частности в ютьюбе да как бы ну вот мы любители роз те кто приглашаем розы в свой сад сажаем их ухаживаем заботимся вот конечно делимся впечатлениями о том какие к нам приходят саженцы из разных питомников так вот хочется отметить что условия для пересылки если мы не покупаем это в горшке закрыты корневой системы или еще там каким-то таким другим образом то саженцы которые приходят к нам по почте или через транспортной кампании с открытой корневой системой ну конечно преодолевают и определенный путь и время пока попадают вот так вот к нам ведро хотя бы да вот их условия для пересылки таких саженцев ну редко выдерживаются теми службами доставки которые в общем то мы пользуемся и условий для особенных условий для транспортировки саженцев ну как-то у нас нет хотя я думаю что многие и питомники или интернет магазины а сообщают все таки о том что какой характер товара да они отправляют посылкой вот например у меня розы сутки провели в отделении связи ну просто потому что вчера не работала мое отделение связи около дома в принципе не работает по понедельникам поэтому лишние сутки розы провели в отделении связи в каких условиях они доставлялись жару в плюс 30 в минус 30 было ли там какое-то элементарное проветривание или нет мы не знаем поэтому конечно условия самой доставки они весьма непредсказуемы если даже ответственный питомник вот как валины козловы обеспечили максимально возможную сохранность саженцев до такой тщательней упаковкой вот то например гарантии того что например на каком-то как это сортировочном пункте они не пролежали при температуре плюс 40 на улице и как бы не были упакованы розы конечно они могут где-то местами подпредь может быть кончики там побегов или там вот почки активно прорасти да это потому что была высокая температура корни естественно во влажной среде у розы достаточно еще пока запасы питательных веществ она активно начинает идти в рост вдруг если вам тут какой-то маленький один саженец с какой-то веточкой чуть-чуть почернел это не вина питомника а все-таки нужно здесь понимать что какими средствами доставки каких условиях к нам попадают наши саженцы не надо как это сразу плохие отзывы о том что ко мне пришел кошмар кошмар вот вываливать на питомники потому что есть многие кто действительно заботливо тщательно упаковывает максимально сохранить саженцы я благодарна олене александровне все ее команде вот что ожидаешь что и получаешь ожидаешь хорошей крепкие саженцы и они к себе приходят такие так что посадим не сегодня посадим завтра завтра обещают дожди 1 сентября и вот наверное мы все детишками 1 сентября и посадим а теперь всем спасибо и до свидания